Валерий Курас 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 Взвездном достаточно большая аудитория Пришла посмотреть на одну из сильнейших команд страны А подает Анастасия Ануфриенко Подбадрят ее болельщики Смотрим, кого Бавыкина выбрала адресатом Вот Анастасия Бавыкина завершает эту атаку В стартовом составе казанского клуба нет Евгении Старцевой Капитана команды одной из самых известных российских волейболисток Самых титулованных чемпионком мира 2010 года Но сейчас Елена Новик в стартовом составе Это отчасти связано с тем, что она подает эйс И счет уже 2-0 Казанская команда уверенно начинает встречу Она фаворит, безусловный фаворит Из Саратова она отправится на матч Лиги Чемпионов В Стамбул с турецким из Джебаши Имеет шансы продолжить борьбу в плей-офф Новик-новь подает Принимает Кристина Лавнова Анастасия Ануфриенко выбирает адресатом Татьяну Краснову Пытались завершить атаку скидкой И вот Бавыкина приносит третье очко Отыгравшись от рук, блокирующих своей команде Обращаю внимание, что 16-й номер Татьяна Симонихина сейчас на площадке И именно ее Решат Гелезюдинов использует как защищающего игрока А на приеме играет у казанской команды более опытная Екатерина Уланова Первое очко саратской команды в этом матче И Анастасия Петруйна идет на подачу Ждем сложной подачи Это ключ к успеху в борьбе с казанским клубом Болельщики активно подбадривают Уже Уланова на площадке Уверенно приняла Сейчас Амага Джиоева хорошо сыграла в защите Новик в качестве адресата вновь выбирает Бабыкина Она сменила уже зону Но уверенно начала матч И вот сейчас ей пытались атаковать А сейчас Марина Марюхнич Ей был адресован мяч Уверенно сыграли наши девушки на блоке Смягчили Долгий розыгрыш Жаль Жаль здесь переходящий мяч Не успели мы закрыть атаку Анастасии Бабыкиной Ну достаточно удачно он ей отлетел Красивый был розыгрыш Но пока очки набирает казанская Динамо Так вот Евгения Старцева столкнулась с диагональной своей командой Ее тоже сейчас нет в стартовом составе Это Дарья Малыгина В Одинцово Казанский клуб проводил матч И достаточно такое неприятное Посолкновение было для Евгения Дает ей отдохнуть видимо Во избежание травм Потому что следующий матч Для казанского клуба ключевой Эдзаджи Баши Соперник более чем серьезный Фаворит Лиги чемпионов Самый богатый клуб женского волейбола мира Который в общем не ступится на легионеров Там всегда их много И всегда самого звездного рула В частности Джордан Ларсон Одна из самых титулованных легионеров Которые выступали вообще в российском спорте И в игровых видах спорта Выиграла с казанским клубом все что только можно И как раз перебралась в итоге Отыграв пять лет в Казани Перебралась в Стамбул Именно вот Заджи Баши Сейчас играет тоже по 6 сезону Начала вот Заджи Баши Джордан в профессиональной карьере Всего два клуба Казань и вот Стамбул А это атакует 17 номер Татьяна Кадочкина Юная волейболистка Ей всего 15 лет 16 исполнится 21 марта Это одна из восходящих звездочек Одна из Сильнейших волейболистов своего возраста И вот уже в этом возрасте Играет стартовом составе Одного из сильнейших клубов России Марина Мариухнича атакует И более чем уверенно завершает атаку Опытный игрок Выступала за сборную Украина Сменила гражданство Супруг ее Работал в Саратове Вторую половину сезона Прошлого Марина Сменила в России Достаточно много клубов В том числе Вот Краснодаре Играла перед Казани Сейчас в Казани Выступает И более чем уверенно Ну а Казань уверенно Набирает очки Ну в общем Наверное Это ожидаемо Казанская команда Ведет борьбу за Как минимум Призовое место Но вообще В Казани Всегда ставятся Максимальные задачи И несмотря на то Что состав обновился Много молодых игроков И не только Кадочкин Есть еще одна Молодая спортсменка Которая выходит На площадку Седьмой номер Анна Котикова Вот ее сейчас тоже показывают И уже играла На чемпионате мира Осенью прошлого года За сборную России Марюхнич подает И подает Сложную подачу Блоком Казанской волейболистке Сейчас встретили Воспитанницу Казанского Динамона Илью Шайдулину 2-10 2-10 Счет Первый тайм-аут Протону Саратов Сергей Ермишин Берет его Мы видим На тренерской скамейке Дмитрия Чурикова Который работает С молодежной командой Клуба Помогает И во время матча И в основной команде Большой отрыв Восемь очков Надо найти свою игру Девушкам Выиграть несколько мячей И сняться С неприятной подачи Марюхнич Которая Не только саратовской команде Может доставить Сложности в приеме У Марины Хороший планер И она его всегда Что называется Держит Это не позволяет себе срывы Может подавать сериями И Стабильно Качественно Смотрим Кого сейчас Выберет адресатом Марина Марине Больше 30 лет Но В общем Тот случай Когда На возраст Никто не смотрит Опять блоком Встречает В этот раз Наталью Думчиву Волейболистки Казани Не ошибаюсь Это была Да Это Кадочкина Блокирует Сейчас снялись К счастью С этого планера 3.11 И Наталья Думчива Идет на Зону подачи Ну посмелее И хочется пожелать Девушкам удачи Ничего страшного Матч начался И Сказани уверен Можно играть Заставить ее просто Вот именно так Блоком Блоком и подачей Это тот козырь Который Позволит Саратскому протону Набирать очки В игре С одной из сильнейших команд Римма Гончарова Она Ходит В десятку лучших игроков Своего амплуа Во всей лиге И вот она сейчас Набирает очко Для саратской команде И вот сейчас Эйс Это Надел трос Мяч И Наталья Думчива Приносит своей команде Еще одно очко Пятое очко И 5.11 Если не ошибаюсь Счет К сожалению Нет возможности У меня увидеть табло Здесь Вот еще один Нет достанет Там сейчас По своему возрасту И уже уверенно Сейчас он выступает Вот блоком Закрываем сейчас атаку Римма Гончарова Постаралась И сейчас Наиля Шайдульна Атакует И видим это очко Да Очко в пользу протона Наиля Уроженка Татарстана Начинала свою карьеру В системе Казанского клуба Ну и сложно Там было пробиться Состав Но Играла она Не так много Но играла В то время Когда были И Гамова И Бородакова И Махно И В этой команде Было Большой удачей Вообще Просто выйти на площадку Тем более Состав Гелезюдинов Не ротирует Обычно В него играют Те люди Которые И вышли В стартовом составе Аиля приносит Саратовскому протону Еще одно очко В этот раз Подачи Подается Волжанке Впрочем Казанская Динамо Тоже волжанка Саратовчанки Бавыкина Старается И вот сейчас Мяч летел В Уланову Но Опыт тут не помог И Еще один Эйс Зал оживился Как видите Протон набирает очки Сериями И Завязывается борьба В партии Сейчас Бавыкина Приняла Новик Выбрала Адресатом Седьмого номера Это Анна Котикова А очки Набирает Саратовский протон В этот раз Анастасия Петрунина Удачно завершает Атаку Всего три очка От преимущества Казани Ощутимого Осталось 7 9-12 Чайдульна Подает И вот сейчас В Уланову Она Переходящий мяч Но не должен Наупасть Анастасия Анафренко Перебрасывает А Новик Тоже пыталась Сейчас сбросить Амага Джиоева Удачной атаке Еще одну атаку Завершает Анастасия Петрунина 10-12 И вот видим Что после стартовых Скажем так Неудачной серии Когда В трех расстановках Казани набрала Огромное количество очков Сейчас уже Решат Гелезюдинов Берет первый тайм-аут И пытается Разъяснить своим девушкам Как Как Им снятся с подачи На Ильиша Айдулина Достаточно спокойный разбор Объясняет Решатой Котиковой Что сделать И как Как атаковать При я так понимаю Не самом лучшем приеме Искать стык И Просит Новик Отдавать мячи Побыстрее И пытаться Не позволять Блокирующим Саратской команде Закрывать Атаки Казани Протон Протон И в общем Есть отчего Порадоваться Саратским болельщикам С серьезной командой Которая Не думаю Что готова Тут терять даже партию Протон Навязал борьбу И вот сейчас смотрим Омага Джоя принимает Анастасия Ануфренко На задней линии На Ильиша Айдулина Ну там Страхует Уланову Кадочкина Такой долгий розыгрыш И Сбрасывает Кадочкин И сбрасывает мяч За пределы площадки 11-12 11-12 И Шайдулина По-прежнему Подает Под крики Протон Протон Причем Вот сейчас К сожалению Не в площадку Мяч проземлился Но такая рискованная Подача Она оправдана При том что На подаче На Ильи Целую серию Очков набрал Протон А у Казанского Динамо В зоне подачи Кадочкина Если не ошибаюсь Да Татьяна подавала Сейчас Анастасия Анафренко Комбинацию Фаст Забегает Центральная блокирующая В угол площадки И уверенно В общем Завершает Рима Гончарову Эту комбинацию Приносит очередное Очко Протону Разрыв Небольшой Протон Сейчас Ксения Менщикова Меняет Татьяну Краснову На блок Усиления Молодая Волейболистка Очень уверенно Проводит Сезон Свой Первой Суперлиги А Казани Принимает Котикова А завершает Атаку Бавыкина Бавыкина В прошлом сезоне Играл В Саратове Получил Приглашение Сейчас Один Ключевой Для игровщика Казанской Команды Казань Набирает очки Сейчас Ирина Королева Центральная блокирующая Сборная Россия Которая Более известна Как Ирина Заряжка Ее брат Родной Играл В первой половине Сезона За Автодор Покинула Виктор Заряжка Арина Приехала Саратов Сама Ирина Из Новосибирска Жаль Вот сейчас Наталья Думчева Сложно Ей было Здесь Атаковать Но Сделала Все что Могла Закрыли Блоком Королева Фамилию она сменила Выйди замуж Супруг ее Алексей Королев Один из тренеров Казанского Динамо В разных клубах Работал Второй сезон Работает в Казани Работал в мужском Факеле Работал В сборной Национальной Работает В штабе Тайм-аут Кажется Да, тайм-аут Я думаю Это Сергей Ермишин 12-16 Серию Целую Очков Набрали Казанские волейболистки На подаче Королева И нужно как-то Ее просто сбить Хотя бы Немножко успокоиться Девушка Вот мы видим Веру Костючек Она в заявке есть Но Играть по-прежнему Не может У нее травма Которая мешает ей А это Алина Подскальная Еще одна связующая Протона Саратов Две Подскальных Теперь у нас В Суперлиге Это несколько У нас Сестер Которые выступают За разные команды Юлия Подскальная Играет в Локомотиве Алина В Саратове В Гончаровой Играет Сестры В Заречье И в Московском Динамо Наталья Капитан Московского Динамо А ее сестра Валерия Капитан Заречье Одинцова Смотрим Важно сейчас Принять Качественно Шайдулина Принимает Ошибку Свистят При передаче Увы Анастасия Петрунина Была Была готова К атаке Но к сожалению Вот сейчас Пять очков Преимущество Казанского клуба И добыто оно Вот На одной расстановке Подает Ирина Королева Это кажется Сейс на Ну и Анастасия Приносит своей команде Еще одно очко По прежнему Королева Подает И в этой Одной расстановке Которая для нас Проблемная Казань Может решить Исход партии Хочется верить Что Снимется Девушки Ну Так думаю Что адресаты Не меняют Да На Илюшу Айдулину Сейчас Не самый простой Прием Ну вот видимо Сейчас есть у нас Шанс Завершить Эти свои Увы Блоком Встретили Атаку Саратской Команды И Думчиво Которая сейчас На задней линии Пыталась спасти Этот мяч Сохранить его В игре Но не хватило На подачу Все те же Ирина Королева Из Новосибирска Она уехала В Хабарск Там была хорошая команда Самородок Играла В Ирокубках Медали брала Жаль что ее сейчас нет Спонсор И человек Который спонсировал Эту команду Виктор Лопатюк Уехал В том числе Из России Ну и потихоньку Достаточно быстро За сезон За два Хабарский Большой волейбол И сейчас Пожелаем Чтобы Не только в Сарай В Братове Сложное сейчас время Вообще Не исчезали клубы Не только волейбольные Ирине Королевой Даже не знает Что пожелать Да то есть она Подает в одного человека И не можем Мы пока Уже Все варианты Атак перепробовала Нафриенко Сейчас задняя линия Атаковала Думчиво Но не очень удачно Опять Попытаться Только лучше принять Можно попытаться Наверное Что еще Тут все варианты Уже испробованы В атаке Вот Анастасия Петровина Это переходящий мяч Но тоже мы здесь Не можем Ничего поделать И к сожалению Счет только Увеличивается В сторону Казани Хотя разрыв Как был Минус один Сергей Эрмишин Делает замену Анастасия Маркова Выходит Замена просилась Надо знать состояние Капитана Протона Анастасии Сколько может Она провести На площадку Будем надеяться Сейчас Анастасия Решит эту проблему По-прежнему Все Айдулина Атаковать будет Да Атаковать будет Маркова И Казань сохраняет Мяч в игре Перебрасывает его Кадочкина Наполовину Саратской команды Новик Адресатом Бавыкина Просто тоже Бросает его Через сетку Атаки-то Как таковой не было Но вот сейчас Марьюхнич Тоже Пыталась скинуть Встретили ее Блоком Но это Аут Девочки Показывают Из Казани Что задел По пальцам Рук Новик Разговаривает С Решатом Гелезидином Такое решение Приняли Судьи Судьи отдали Мяч Протону Значит Сочли Что атака Была в аут Анастасия Анафриенко Подает Сложная у нее Подача Но достаточно уверенно Сейчас казанские Волейболисты Приняли Вновь завершала Атаку Татьяна Кадочкина И в этот раз Более успешно В площадку Отправила мяч А Новик Выходит на подачу Тоже выступала В Саратове Была травма Долго пропустила Потом покинула И вот В Казани Нашла себя В общем Дают ей играть Ошиблась Сейчас Елена Сорвала подачу Анастасия Маркова Идет В зону подачи А возвращаясь к Новику Она В Казани Несмотря на то, что есть там Старцева Которая Априори Будет первым номером И опытный И капитан И В общем Есть и класс Атака уверенно завершает У Казанского Клуба И 25-14 Первая партия завершается В пользу Казанского клуба По-разному она сложилась Для Саратского Протона Был провальный отрезок Потом Была хорошая Хорошие эпизоды И почти догнали Казанскую команду Счет был 12-11 Ну К сожалению Дальше Подача Королевой Стала Громадной проблемой Для Саратской команды На В одной расстановке Казань набрала По-моему 9 очков И в общем В ней была решена Судьба партии Ну а возвращаясь К Новику Она в общем Подменяет постоянно Евгению И Нашла себя Интересная волейболистка Интересная связующая При том что Молодых связующих В российском волейболе Не так много Новик в общем Тот игрок Который Может и должен Прогрессировать Ну вряд ли наверное Елена поедет куда-то Из Казани Несмотря на Такую сложную Конкуренцию За место Стартового состава Потому что У Казани есть Казань И профессиональный Уровень высокий Клуба И организации И возможности Ну и интересно Выступать Играть В такой команде Как Казанская Динамо Ежегодная Лига чемпионов Все последние Наверное Лет 8 Команда выступает И Не просто выступает А Претендует Там на титулы И как минимум На Выход из группы Сейчас Казанский клуб Сложная У него группа Эдзаджибаши Фаворит Лиги чемпионов Инесса Каркмас Комментировала Со мной Прошлый матч По его мнению Именно Эдзаджибаши Главный фаворит И скорее всего Выиграет По ее мнению Куб Титул В лиге Ну и на сегодня Потому что она Живет в Стамбуле Видит матчи Вживую И общается Там с людьми Турецкого волейбола И может в этом иметь Компетентное мнение А что касается Казани Кроме Эдзаджибаши В одной группе Была с казанским Динамо Уралочка Которая сегодня Проводила Открывала Тур С домашним матчем С Одинцова И 3-1 3-1 Победа Уралочки В матче С серьезной командой В Заречи В общем Претендует на выход В плей-офф Там молодая команда Но уровень они держат При Вадиме Панкове Который работает Там Последние 10 лет Ниже 5-го места Ниже 6-го места Одинцова не опускается 25-18 25-22 21-25 25-22 С таким счетом Завершился матч По партиям В Нижнем Тагиле Где Уралочка Принимает Обычно Своих соперников По Суперлиге А вот Лига чемпионов Она играет В Екатеринбурге В дворце спорта Игровых видов спорта И там Обыграла Казанская Динамо И именно Этой победы Может не хватить Казанскому клубу Для того Чтобы пройти В плей-офф В общем Нужно Казани Побеждать Заджи Башин Ну это Сложная задача Но решаемая Возможно Уидзаджи Нет большой мотивации Кроме Выступить Достойно Для своих болельщиков Он уже Вышел С первого места В плей-офф Лиги чемпионов И А вот У Казани Мотивация Как раз Более чем серьезная Самолет Улетит в Москву Казанская команда Завтра Второй половине дня И потом Отправится в Стамбул А сюда Волейболистки Из Казани Приехали поездом Не стали рисковать И в общем Тратить время На пересадки Не самая удобная Там стыковка Ну Большого смысла нет Так ехать Сели в комфортный поезд Который идет В Кисловодск И добрались Пусть там 16 часов По-моему Идет поезд Из Казани В Саратов Ну Зато ты надежный Уже на месте Вчера приехали Волейболистки Из Казани Вот сейчас Протон Павел Во второй партии Она началась С того что Анна Котикова Отправила мяч В сетку А подает Анастасия Анафриенко Под крики Протон Верят болельщики В команду Что Сможет навязать борьбу Котикова Котикова Тоже подавали И сейчас Просто Перебросит Марина Марюхнич Мяч через площадку Первым темпом Нет Решила Анафриенко Отдать В край площадки И Из второй зоны Петруина Атаковала А сейчас Анастасия Маркова Приносит Очко Протону И Лидирует Саратовская команда Во второй партии Хорошо бы держать Концентрацию И Усложнять подачу Максимально Усложенная подача Это проблема Для казанской команды А вот и Прилетел Не разобрались Девушки из Казани Кто же там будет принимать Втроем Собрались В первой зоне Ну и так В общем Мяч-то в итоге Прилетел В площадку Бавыкина улыбается Анастасия Ну бывает Да, всякое бывает А пока счет растет В пользу Казани Уланова приняла Первым темпом Выбрала Направление Атаки Новик Приняли в защите Удачно Сейчас Новик В край площадки Отдает И Котикова Атаковала И ее мяч Жаль По рукам По-моему Пыталась попасть Маркова Но В итоге Не по рукам И Мимо площадки Мяч улетел Это аут 4-1 4-1 4-1 Счет в матче Уточнял я Здесь у нас Свои технические Проблемы Со счетом Но Стараемся Улучшать Качество Трансляции Саратова И делаем для этого Все возможное Протон Протон Вот Анастасия Маркова Подает Будем надеяться Что Проблемы будут На приеме У Казанского Команда А вот Показывали Как раз Сейчас крупно Татьяну Симонихину 15-летнюю Волейболистку Она Она и на приеме была Подняли Сейчас будут рисковать Уверенно В защите Сыграли Волжанки Рима Гончарова По-моему Была Сейчас Ну что Вот сейчас Немножко не разобрались Жаль такие мячи Терять Ксения Менщикова Перебросила Тут сложно Что-то Предпринять В трибуну Мяч летит После атаки Казанской команды Если не ошибаюсь Это Кадочкина Атаковала Мощный у нее удар Сильный Если тем более Не противодействовать ей То Сложно там что-то сделать Вот Инесса Каркмас Уверен Сейчас за матчем Смотрит Наблюдает Сейчас бы Почему не первым темпом Восклицала Выбрала Анастасия Анафриенко Адресатом На Илюша Шайдульна Она завершила Атаку Протона По-прежнему Протон лидирует Ксения Менщикова На подаче Нет пока доигровочных Мячей у Казани Вот сейчас Жаль Сорвали Ну Рисковала Рисковала Ксения И наверное Это оправданно В этой ситуации Потому что Ну как бороться с Казани Если пытать простую подачу Примут они уверенно И мощь и агрессия Ирина Марюхнич И 196 Ирина Королева Это в общем Серьезно так По высоте Вот пыталась Сейчас пройти Наиля Шайдульна Через Казанский блок Ну вот Как раз Встретили ее Новик В качестве адресата Выбирает Котикову И сохранили мы мяч Сейчас доведет Браво Анастасия Маркова Сохранила мяч Наиля Шайдульна И сейчас будет Анастасия Петруйна Атаковать Но нет Через Королева пройти Ей не удалось Вход пыталась Атаковать Анастасия Петрунина Ну в общем там Ждали ее Жаль Но продолжаем борьбу И продолжаем смотреть Хороший волейбол Сейчас Рима Гончарова Атаковала В защите Казань Действует пока Очень уверенно Все стоят На тех местах Где И должны стоять Разбирали Уверен Игру саратской командой И тренеры И много В общем уделили Внимание Наверняка Атакам Сейчас переходящий мяч Видимо отдают Отдают его Казанской команде Анастасия Януфренко Свистнули игру На чужой половине площадки По прежнему Котикова На подаче В одной расстановке Уже очко 4 набрала Казанская команда Где-то мы Скорее Так сказать Помогаем Казани Делаем ошибки Вот сейчас Блестящийся Манихина Подняла мяч Но Рима Гончарова Наверное Один из самых ярких Полезных игроков В составе В текущем составе Протона Набирает по переходящему мячу Приносит очко Своей команде И 6-7 Переходящий мяч Вот и 7-7 На Иля Шайдулина Сложная подача То что нужно Анастасия Петруйна подала И не справились Девушки из Казани С этой подачей Соответственно Счет равный А это вот показали Сейчас Михаила Кузовенина Тренер статистик Казанского Динамо Большой в Казани штаб Вот еще одна подача И уже даже дрогнула Самый опытный Наверное волейболист В составе Казанского клуба Екатерина Уланова Либера Тоже чемпионка мира Как и Евгения Старцева Но играла мало На том чемпионате мира Уланова тогда Главным Либера Который играл без замен Была Светлана Кричкова Последний день Трансферного окна Она перебралась Из Красноярска В Ленинградку Сменила ее Очередной клуб А это Римма Гончарова Приносит очко Скидкой Левой рукой Обманула Показала в одну сторону Поверили ей И там никого не было Неляш Адульна подает Протон Протон Болельщики Поддерживают команду Протон навязал И в борьбу Второй партии Вот сейчас Видимо Заступ фиксирует У Кадочкиной Задняя линия Она отковала И видимо заступила И тем самым Принесла Папа Очко еще одно Саратской команде И лидирует Протон В общем Проблема на приеме У Казанской команды Очевидна Петрунина сейчас Сыграла в защите И Шайдулина Атакует Пайп Мужскую комбинацию Сыграли красиво Тут сейчас Уланова была На месте И сохранила мяч В игре Для казанской команды А сейчас Шайдулина Сохраняет Атаковать будет Петрунина Подняла Кадочкина мяч Атака Бавыкиной Это аут Это аут 11-8 Протон лидирует И Тайм-аут Решат Селезудинова Первый В партии Который В общем Напрашивался А в тайм-ауте Болельщики Видите Активно Очень поддерживают Команду Протон Протон В общем Есть надежда Что Навяжут борьбу В этой партии Наши девушки И в общем То как играть С Казанью Как приносить Себе очки И Создавать Противнику Проблемы Я думаю Волжанки Разобрались Осталось Это все Воплотить В игре Стартовый Свисток Арбитра Михаил Бондаренко Просит он Вернуться На площадке Команды Будем смотреть Будем смотреть Как дальше Наиляш Айдуль Будет Создавать Проблемы Кого выбирать Адресатом Для своих Подач Сейчас Анна Котикова Подняла мяч И вот В общем Сложная Была Доводка Но справились Казанские девушки Снялись С этой неприятной Расстановки И Теперь для нас Не самое простое Время наступает Ирина Королева В прошлой партии Именно ее подачи Решили исход матча Наилю Шайдуль Но опять И вот Не хватило Что называется Высоты зала Мяч Улетел высоко И Коснулся потолка Так бы Продолжили игру Казанская Динамо Показывает нам С торцевой Трибуны Королева Подает Вновь Шайдулину И вот сейчас От Марковой Будет зависеть Снимемся Мы с этой Расстановки И с этой подачи Или нет Гончарова Не очень удачно Не в темп Получилось Так Пыталась она Решить эту проблему Но не удалось Подняли в защите А Бавыкина Завершила атаку Из второй зоны Не смогла Кристина Лавнова Поднять этот мяч И в общем Набирает опять Казань На одной и той же Расстановке На подаче Одного и того же Игрока Ну сейчас нужно Опять Вдвоем пытались Немножко помешали Друг другу Сейчас просто Накатом Анна Анастасия Маркова Атаковала А вот сейчас Нет спасли мяч Все равно Спасли Защите После скидки Непростой Маркова Точнее Гончарова Там в прошлой атаке Скидывал мяч Но подняли А сейчас От тройного блока Отыгрались Казанские волейболистки И по прежнему Подает Заряжка И Она же Королевая Хочется верить Что как-то Противоядие Сможем найти Так в общем Решительно настроен Девушки Видно сейчас Камера их показала Анастасию Маркову Поднимает Цепляет блоком И в защите На месте Сейчас Наиляш Айдульна Будет пытаться решить Атаку с задней линии Но нет Аут Аут И это Уже Казань Лидирует у нас в счете 11-13 В пользу Казани И счет Вот В одной расстановке 5 очков подряд набрали Волейболистки Из Казани Соответственно Ну тайм-аут Напрашивался Сергей Ремишин Его берет Решат Игорь Зидинова Показывает Он достаточно эмоционально Сейчас вот Был для него Это не свойственно Он очень спокойно Обычно Ведет тайм-аут И Не пытаясь Как-то эмоционально Там свою команду Зарядить Нет Он как раз Как и Владимир Олег На его коллега Из другой Казанской команды Мужской Зенита Рассказывает Какие-то нюансы Волейбольные Жаль, что мы это не услышали Вот Ну Смотрим Заряжка подает А в этот раз Опять нет Все По-прежнему Шайдулину Атаковать задней линии Петрунина будет Но Там Котикова Поднимает этот мяч А вот Шайдулина Шайдулина просто переводит Кадочкина Сохраняет его в игре Вот сейчас Кристина Ловнова Подняла И вот там надежда Что Настя Маркова Хорошая была атака Но там на месте Кадочкина А завершает Бавыкина Бавыкина Это, наверное, ключевой игрок Для Атаки Казанского Динамо Если у нее Идет игра И она там Ну минимум 40% Из тех атак Которые Завершает То Казань Стабильно набирает Очки Ну вот зрители Не очень, конечно, довольны Ввела еще команда Не можем Ничего противопоставить Этой подаче Сложная расстановка Вот Атаки Мощной атаки нет Ну вот Блоком сейчас встретили Кадочкину А завершила атака Наконец, спасибо Настя Маркова Завершила атаку И сумели сняться С этой неприятной подачи Набрав 12 очко 12-14 Счет у нас Рабочий счет И можно Искать варианты Которые позволят Саратской команде Попытаться взять этот сектор Марин Марюхнич Завершает атаку Первым темпом 12-15 Дарья Малыгина Это основная Диагональная Казанского Динамо А поменяла она Анну Котикову Увеличивает мощь атаки Высоту блока Решат Гелезюдинов Хотя в общем-то С высотой И ростом Казанской команде Все полный порядок Сейчас на площадке Сразу несколько игроков Ростом Выше 190 сантиметров У Малыгиной 2 метра Крики Протон выбрала Бавыкина адресатом Она же будет завершать Эту атаку Встретили ее Двойным блоком И по-моему Это Менщиковый Зарабатывает очко Нет Это Маркова Маркова Руки И Насте Марковой Закрыли бы атаки Другой Насте Бавыкиной Атаку И рабочий счет Не ошибаюсь Одно очко всего Имеет преимущество Казань сейчас Вот переходящий мяч Здорово Здорово И Маркова даже шанса Не оставила Марюхнич Там Что-то как-то Подстраховать Закрыть Сергея Ермишина Показывают Вот он Достаточно эмоционально Себе 16-16 Второй тайм-аут Динамо Казань Берет тайм-аут В этой партии Решат Гелезидинов Конечно Недоволен тем Что Вилли лидировали Три очка Было 12-15 В пользу Казани Вот сейчас 16-16 После эйса Саратской команды В общем Равная борьба И непростая ситуация Для казанской команды Нужно как-то Сейчас Найти Ту игру Которая В общем Потихоньку Ушла куда-то Растворилась Саратов Как раз Выглядит Очень неплохо Сейчас И Я думаю Что Имеет все Возможности Для того Чтобы Создать Казани Проблемы В этой партии Смотрим Кадочкина Не справляется С этой подачей И Это Эйс А подает Анафриенко Анастасия На ее подачах Протон Выходит Вперед Котико Котико Видим Ваут Ваут Оказывается Ваут Мне показалось Что задели Руки А вот Атакует Атакует Первым темпом И по моему По рукам Там был Касание Блока Что фиксирует Арбитр Нет Не было Там Касание Блока И Арбитр Уверенно Показывает В пользу Казани Марина Марюхнич Лавнова Приняла И Опять Первым темпом Ануфриенко Атакует Видимо Установка Такая Пытаться Искать Варианты Первым темпом Потому что Подряд Несколько Атак Завершает Центральное Блокирующее Это Ксения Менщикова И вот Сейчас Она на подаче Под крики Подбадривающей Хей-хей Адресует Подачу Ванну Котикова А завершает Атаку Другая Другая Волейболистка Которая Юная Назовем так Казанского Динамо Это Анна Котикова Анна Маркова Сейчас Атаковала А у Протона Наиля Шайдульна Приносит Очко Команде 20-20 Равный Счет Концовка Начинается При равном Счете И при Криках Протон Протон Подает У нас Анастасия Петрунина Адресатом Выбирает Либера Казанская команда Екатерина Уланова А завершает Атаку Татьяна Кадочкина Жаль Не подняли Близко Было Чтобы поднять Этот мяч С площадки После атаки Татьяны Кадочкиной Но Казань Сейчас будет Подавать И это Кадочкина Она же Завершила Атаку Она же В зоне Подачи 15 лет Напомню Волейболистке Но Зрелый уже Волейбол И в общем Ее Эйс Приносит Казани Брейковое Очко И плюс Два У Казани И сейчас Нужно Наверное Успокоиться Вот Сергей Ермишин Берет свой Второй тайм-аут В этой партии А мы Наблюдаем В зоне подачи Игра Сотрудников Казанского клуба Михаила Кузовейна Я представил Это массажист Был Евгений Дыбов Давно Работает В Казани Решатом Гелезидин Работал Еще в Липецке Гелезидинов Сам уроженец Алматы Сейчас его Показывают Перебрался В свое время В середине 90-х Из Алматы В Липецк Вместе с супругой Она у него Волейболистка Долго выступала Там в Липецке И потом Перебрались Они всей семьей Когда уже Людмила Фамилина была Дробот Закончила Свою игровую карьеру И уже Занималась Семьей Решата Пригласили На работу В Казани В общем Тот город Где он Сейчас осел И Работает Успешно Смотрим Татьяна Сейчас С первым Темпом Атака Казани И вот В одной Расстановке Несколько Подряд Очков Завершил Атаку Не центральный Блокирующий А Татьяна Кадочкина По-прежнему Завершает Задние Линии Просто Ей Нашли Вариант Для Атаки Анастасия Маркова Сейчас Шайдульна Вновь Будет Атаковать Пыталась Найти Руки Сложное Было Там Решить Исход Партии Этого Розыгрыша В одной Расстановке К сожалению Пять очков Проиграли Наши Девушки Это Та история Когда Класс Сказался Противоположной Командой Ни Капли Не волновалась 15-летняя Девушка Которая Вышла На подачу Все Подавала Уверенно Затруднила Прием И На подачу Кадочкиной Казань В общем Добилась Нужного Результата Сложной Партии Вот Крупно Показывают Александру Пасынку Недолго Она была В Саратове Покинула Клуб Лечилась И вот Казань Ее взяла Как Страховочный Вариант В общем Руководство Клуба Так и Говорило Что Мы ждем От Александра Она поможет Нам Ну пока Не как На основного Игрока А как Который Если что Поможет Более молодым Если вдруг Травма Если что Ну восстановилась Саша Чемпионка Европы 2013 года В составе Сборной России Было Много Травм И неприятные Порой Она по сезону Пропускала Вот сейчас В Казани Выходит На замену Ну Ключевые Роли В доигровке Играют Молодые Волейболистки Это Цель Казани Собрать Максимально Много Талантливых Молодых Игроков У себя Благовозможности Позволяют Есть Где жить Девушкам Где играть С теми клуба Сразу несколько команд Не только Казанская Динамо Играет Суперлиги Есть еще одна команда Которая выступает В Лиге Высшей Лиге А Это Казанская Уор Или там Школа Гамовой Патронирует Причем Всю эту работу Екатерина Гамова Которая Долгие годы Шесть лет Выступала За Казанское Динамо Больше она выступала По-моему Только за Уралочку И то не факт По-моему Если говорить О системе клуба За Уралочку Но она выступала И в первой команде И во второй Так что в одной команде В Казани По-моему Она провела Самый большой Свой игровой Отрезок Вот Под Екатерина Александровна Можно и так назвать У нее еще есть Должность Федерации волейбола Она занимается Юношескими Сборными Курирует с ней Выступая Приезжает на соревнования Помогает советами И вот в Казани Катю Великую Привлекли Для работы С молодежью В общем-то Ничего нового Казани не выдумывает В этом смысле Она копирует Тот опыт Который был У Уралочки Николая Карполя Который создавал Несколько команд Присобирал Талантливую молодежь Со всего Советского Союза А потом Российская Федерация В том числе И Саратова Талантливые девушки Ехали в Екатеринбург И Делал из них Больших мастеров И сильные команды Так собственно И Казань Идет по этому пути Еще есть молодежка Вот которая Выступает В молодежной лиге Сейчас Завершился Первый этап Предварительный Для молодежной лиги Вот Дмитрий Чурикова Мы видели На скамейке Саратской команды Вот Как раз показывают Чурикова Сергей Юркин И Сергей Ермишин Разговаривают С девушками И я думаю Что подбадривает их Нет ничего Там невозможного Забрать у Казани Как минимум Партию Вполнеем по силам Вот И Молодежной лиге Казанские Волейболистки Тоже будут играть За первое Шестое место А вот Саратская команда Будет играть За седьмое Двенадцатое Первый тур Причем уже Без учета Набранных очков С нуля Обе все команды Начинаются Для Саратской команды Начинается Красноярске А Казань Вместе с С другими командами Лидеры Молодежной лиги Это клубы Челябинска И Екатеринбурга Уралочка Выиграла И чемпионат Молодежной лиги И кубок Молодежной лиги Он проводится Осенью Там работает Елена Соколова Которая работала В Саратове Главным тренером И долгие годы И молодежной командой И была ассистентом Там она сейчас Старшим тренером Уралочка Фаворит этого турнира А в Казани Люди, которые могли бы Играть в этой Молодежной лиге Сейчас стоят в составе Это выбор Казанского клуба А первый очко В третьей партии Набирает Анастасия Бавыкина Подает у нас Елена Новик Смотрим Кого в качестве Адресата выберет И это важно Вот Кристина Ловнова Хороший прием На высокой передаче Атаковала Анастасия Маркова Но справились в защите Ошибка в передаче свистит Арбитр Михаил Бондаренко Елена Новик И счет равный 1-1 Сергей Ремишин Активно подбадривает Свою команду Смотрим Как Анастасия Маркова Сейчас попытается Затруднить прием Принимающим Котикова уверенно Принимает И Марюхнич здесь Атакует Ну что называется Никаких шансов Она им не оставила Блокирующим Высокая волейболистка Опытная Если хороший прием То Марина Редко ошибается Третий номер Анастасия Бавыкина подает Выбрала адресатом На Илюшу Айдульну К сожалению Попытка завершить Атаку У Волжанок Не получилось И не подстраховали Петрунина там Атаковала А Менщикова Пыталась спасти Этот мяч Для команды По прежнему Бавыкина в зоне подачи Важно сейчас Принять И сняться С этой Расстановки Потому что Не самая она приятная Но вот На Илюшу Айдульну Подают А От рук На Илюшу Айдульну Отыгрывается Татьяна Кадочкина Если не ошибаюсь Сейчас Так грамотно Отыгралась И мяч Улетел в аут Шайдульну Выбирает Адресатом В большинстве Подач Казанские волейболистки Ну вот В тот случай Когда это работает Может тайм-аут Взять Сергею Ермишину Счет растет В пользу Казани Не разобрались Сейчас Вроде пытались Сдвоем принять Шайдулина И Кристина Лавнова Но в итоге Мяч упал Просто от рук Лавнова Если не ошибаюсь На площадку Подбадривает Болельщики Несмотря на то Что в общем Не самый сейчас Лучший отрезок В игре у протона Шайдулин Атаковала Сейчас с аварийной Абсолютной передачи Там разворачиваясь Оставили мяч в игре Улетел он в аут А счет растет В пользу Казани Тайм-аут Тайм-аут 6-1 Много Много Для Первой партии Начинаем К сожалению Часто очень Тяжело Тяжело И потом Пытаемся Выправить Эту ситуацию В том числе И подачи Веру Костючек Показывает Травм Голеностопа У нее Не может пока Играть Татьяна Краснова Начала Матч В стартовом составе Дал ей шанс Тренерский штаб Протона Но уже в первой партии Ее заменила Ксения Менчикова Алексей Королев Показывал Сейчас крайний слева Это муж Ирины Королевой Подачи которой Создает проблемы Протону В Протоне Замен нет Все по-прежнему Те же игроки На площадке Наталья Думчева Еще во второй партии Ее покинула И в диагонали Сейчас играет Анастасия Петруйна Не самая Для нее Это Удобная Анплуа Но Выбора большого нет К сожалению Сейчас На Иляш Айдулина Блок-аут Уверенно От рук Татьяны Кадочкиной Отыгралась А подает Ксения Менчикова Под крики Протон Протон Посмотрим В аут К сожалению Мяч улетел Пыталась рискнуть Но Уланова Все это контролировала И Так в общем Видимо без риска Для себя Траекторию Понимала Что улетает В аут Ну Риск тут был оправдан Жаль Чуть-чуть не хватило Анастасия Маркова Сыграла Сейчас на приеме А Петрунина Завершала Атака Но Кадочкина На месте Вот сейчас Отыгралась От блока Сохранил Казань Мяч в игре Котикова Атакует Новик Опять Котиковой И вот Это Везение Везет Сильнейшим От Троса Мяч скакнул И даже Состраховать его Было сложно Шайдулин Что-то пыталась Сделать Но Упал он На площадку И теперь Марина Марюхнич Подает А пасует Анафриенко Вновь Шайдулина И ее Закрывает Королева Блоком Сложно Там было Сделать Но пыталась Наиля Решить этот Эпизод В пользу Саратской Команде Ну Сыграла В пользу Мастерство И опыт Королевой Которая Конечно же Понимала Что будет Делать Везави И Поставил руки В общем Абсолютно Правила Не оставив Шансы Для Своего Оппонента Анафриенко Первым темпом Атакуем Гончарова Приносит очко Своей команде Лучшие варианты В атаке Это У нас Центральный Блокирующий В этом матче Без шансов Для Казани И даже Вот Решат Галюзинов Ногу поднял Так иначе Вовь Прилетело Анастасия Петруйна Подает Жаль Трос И Падает Мачч на площадку На половину площадки Саратской команды А идет Татьяна Кадышкина Подавать И в общем Это тот случай Когда Вряд ли дрогнет Девушка Напомнив В концовке второй партии Именно ее подачи При счете 20-20 Она вышла И решили Исход партии В одной расстановке Казань Выиграл Пять очков В общем Вправился Вот сейчас Пытались Сохранить Казанские девушки В мяч В защите Все Что могли Поднимали От Новик Мяч Улетел На трибуну Близко Трибуне В Звездном 4-10 4-10 На Иляш Айдулина Подает Ну по крайней мере Счет не растет В пользу Казани Можно пытаться Вот сейчас Королева уверенно Завершает Но тут Да С высоты Ее И с Хорошей доводки Казань сразу Атакует Первым темпом И тут В общем При росте Казанских блокирующих Если ее Дает высоко Там тяжело Просто что-то Что-то противопоставить Им Они банально Выше Своих визавей Кадышкина Кадышкина Извите Котикова Подавала И сорвала Сейчас подачу Давай-давай Кристина Лавнова Подбадривает Как и болельщики Девушка Из Протона Рима Гончарова На подаче Рисковать надо Я думаю Вот как сейчас Да Ну уверенно Уверенно Уланова Принимает И на таком Приеме Бавыкина Шансов не оставляет Саратской команде В площадку Отправляет Гончарова Пытался Там подстраховать Но сложно было Все было хорошо Сыграно В исполнении Казанской команды Ирина Королева Подает Все Адресат прежний Наиля Шайдулина И вот К сожалению Сейчас Та расстановка Которая Казани Приносит Стабильные очки Петруйна Петруйна Пыталась Атаковать С задней линии Но в общем Сложно там Ей было И решить эпизод В пользу Саратской команды Не удалось Вот немножко Помолчали Была надежда Что справятся Девушки С этой подачей Вот сами Улыбаются Довольны Наиля выбила Вверх Мяч Довели его И там Если не ошибаюсь 6-13 Счет Анастасия Анафренко На подаче А вот Кто завершал По-моему Анастасия Петрунина Мощь и сила Попала ли в площадку Сейчас Не могу вам подсказать Увидим по подаче Это Татьяна Кадочкина Нет Мощь и сила Были А мяч улетел Ваут Ануфренко Подает Будем надеяться Что еще Сможем набрать Несколько брейковых очков В этой расстановке Да Ликует Ксения Менщикова Ликуют болельщики А блок Поставил Анастасия Маркова Тройным блоком Остановили Атаку Казанского Динамо Протон Протон Немножко Набираем очки И это Эйс Не справляется Анна Котикова Видим сейчас Решат Гелезудинов Будет пытаться Как-то сбить Анастасию Нафренко С подачи Ну еще одну подачу Максимум Он позволит Своей команде Не принять Не довести Завершить 10-13 Еще один эйс Гелезудинов берет Тайм-аут И здесь не разобрались Просто Кому принимать И немножко мяч Так по укороченной Траектории Упал Первый тайм-аут В этой партии Гелезудинов берет И безусловно Не хотят Казанские волейболистки Ни партии отдавать Ни тем более очков Там Турнирная гонка Такая Что у Казани Есть шанс Вмешаться в спор Локомотива Динамо Это два первые команды Которые лидируют У Локомотива 44 очка И 15 побед Ну количество побед Имеет значение У московского Динамо 14 побед И на 3 очка меньше Но есть матч в запасе В Минске Не самая там Простая игра будет Но по силам Безусловно Обыграть Московскому Динамо Минчанку А у Казани Вот при 14 побед 40 очков И если Между собой Еще будут встречаться И Московская Динамо И Локомотив В Москве Если Потеряет очки А кто-то В все равно Случай потеряет Казани Имеет шанс Кого-то потеснить Сто второй строчке Если не будет Позволять себе Потерь Очковых Несколько матчей У нас Одновременно идет Сейчас В 17.00 В Краснодаре Играет Динамо Метар У нас Игра В Саратове И Минчанка Принимает Енисею У себя На площадке В Минске Подает Казань Снялись Они с расстановки Вот сейчас Первым темпом Ксения Менчикова Атаковала На месте Там Симонихина Тоже молодая Волейболистка 21 год Исполнится В этом году Пока 20 20 только Исполнилось В декабре Прошлого года Анастасия Маркова Смотрим Ее подачу Ну здесь Уже Уланова На месте Она Принимает Отвечает За прием Ну вот Сейчас Конечно Жалко Жалко Опыт Немножко Не хватает Уверенность Такой Ну Не хватает Может быть Опыта А вот У Ксении Опыт Менчиковой Появился Она Блокирует Атаку И приносит Саратской Команде Очко Радуя Саратских Болельщиков Анастасия Маркова Сейчас Попытается Котикову Подавала А завершала Кадочкина Уверенно Казанские Волейболистки Надо отдать Должно Им справились С планером Капитана Протона Счет у нас 12-15 Рабочий Вполне счет Нужно просто Держать Свой съем И пытаться Искать варианты При подаче И на блокировании Можно играть Можно играть С Казани Да в общем Уверен Что С любой командой Может играть Протон В общем Может быть Не хватает Мощи Может быть Где-то Понятно Что психология Давит Когда команда Проигрывает Много матчей Серийное Это тяжело Но Труп не опускает Девушки Меньше Кого подает Под крики Хей-хей-хей Уланова Тут уверенно Справляется Что называется Под кожу Так сами волейболисты Это называют Такую Такую Атаку Увидела Что Можно мяч Отправить Не самым Сильным ударом В руки блокирующих Он упадет Он упадет на На сторону Соперника Решил так Эпизод Анна Котикова Несмотря на то Что 20 лет нет Уже В общем Опыт большой Все турниры Все сборные Прошла И умеет Доверяет В Казани Играет Стартовом составе Постоянно Вот Сейчас Анастасия Петрунина Завершает Эту атаку Ну что Держим съем Хорошо 14-16 Заработали Потихонечку Еще одну очко В свою пользу Сейчас нужно Попытаться Анастасии Петруниной Рискнуть Наверное Все таки При счете 16 уместен Риск Вот здорово Она подала И сейчас Ошибается Дарья Малыгина Она вот Не заметила Я вернулась На площадку В качестве Диагональной 2 метра По роста И сложно Ей было Безусловно Атаковать В итоге Просто мяч В сетку Прилетел Одно очко Осталось От преимущества Казани Которое было В начале партии 6-1 Начала партию Саратская команда Не в свою пользу Увы Вот сейчас Близко было Кейсу Ну вот Петрунина Безусловно Права Когда рискует На подачи А сейчас Идет подавать Татьяна Кадочкина Ее планер Будет наверное Адресован В кого-то Из Доигровщиц Крупно Показывает Кристину Лавнова Принимала Анастасия Маркова Атакует Наиля Шайдульна Атакует Хорошо Воспитанница Казанского Волейбола Уроженка Татарстана Город Знакаево Такой небольшой Есть город Татарстане Там Наиля Родилась Счет 16-17 Казань Лидирует Ну вот Сейчас посмотрим Что у нас Наиля Наиля Здорово Подает И мяч Просто Перелетает Жаль Надо такие мячи Конечно Доигрывать Немножко Нервничаем Нервничаем Сейчас просто Перебрасываем Казань Тоже В общем Атакует Немного Сумбурно И Все завершается Тем Что на тройном Блоке Наиля Шайдульна Пытается Из задней Линии Атаковать Сложно И было Сейчас Подстраховать Не сумели Может быть Как-то Попытаться Было Сохранить Мяч В игре 16-18 Опять Мяч Летает На отсетке Такие Сеточные Мячи Они Важны Но вот Казань Тоже Нервничает И Опыт Опытом Мастерством Мастерством Но Малыгина Вот Атакует Ваут И Счет У нас 17-18 Казань По-прежнему Лидирует Но Подает Протон Саратов И это Римма Гончарова В зоне Подачи Сейчас Я думаю Попытаться Да Ванну Котикову Но уверен Она приняла А вот Опыт И мастерство Ирины Королевой Что называется Эпизод И решили Успела она Сеточный Мяч Сыграть И не перелезла На половину Площадки И так В итоге Сбросила его 16-18 Здорово Вот здорово Здорово Сыграно Анастасия Маркова Завершает Атаку Протона Что называется В огне И в борьбе Проходит Партия 19-18 Казань Лидирует Ну если быть правильным То 18-19 Потому что подает Саратская команда Анастасия Ануфриенко Затруднила прием Анастасия Бавыкина Просто перебрасывает мяч Накатом Сейчас она пыталась Решить этот эпизод А вот Анастасия Маркова Пыталась Сейчас тоже Сбросить Скидкой Вновь Бавыкина И в этот раз По рукам блокирующих Она атаковала И завершила Атаку В пользу своей команды Анастасия Ануфриенко Как могла Пыталась сохранить Мяч в игре Упала даже на спину В общем Чуть себя не берегла Но немножко не получилось Очень хотят девушки Саратова Взять партию У Казани Смотрим Подает Елена Новик На Илюша Айдули Ну можно первым темпом Мне кажется Нет Выбрали Там свистит арбитр Свистит арбитр Касание сетки Марины Марюхнич Разводит она руками Ну тут сетка качается Наверное было касание Тем более рефери Рядом второй Подскажет Вновь одно очко Преимущество Казани Маркова подавала Здорово Стоит похвалить 15-летнего Игрока Татьяна Кадочкина Точна и уверена В этой своей атаке Казань лидирует Концовку Начиная с преимуществом Своим небольшим Но весовым С учетом того Что Все-таки Опыт У игроков Казани Наверное повесомее Вот Анастасия Петрунина Блокаутом От рук Марины Марюхнич Отыгрывается Все еще впереди У нас В партии 20-21 Ксения Менщикова На подаче Подала Бавыкину Сохранила она Мяч И Марюхнич Завершила Атаку Сейчас Сейчас перешла В зону подачи Марина Такой у нее планер Не самый такой простой Приняли Но вот сейчас Казань Немножко сама себе Создала проблемы И Три касания Там было На площадке При игре в защите У казанского Динамо И По прежнему Минус один Если говорить От протона Анастасия Петрунина На подаче И счет у нас 21-22 Встретили сейчас Равный счет Встретили сейчас Анну Котикову И это Римма Гончарова Приносит своей команде Очко 22-22 Второй тайм-аут Партия Решат Гелюзидинов Берет Не стал его никуда беречь Как только счет сравнялся Тут же Решил взять Небольшую передышку И заодно В общем Уточнить какие-то Игровые нюансы Тайм-аут Ведет старший тренер Саратского клуба Сергей Юркин Он же Ведет статистику По ходу матча На Иляша Айдулин То, что держит Сергей Ермишин Тоже вот там Участвует в этом Подбардивает Регургу девушки А на подачу у нас Если не ошибаюсь Сейчас посмотрим Все-таки не хочется ошибаться Да, Анастасия Петрунина Под крики Протон-протон При равном счете Концовка начинается Третья партия Котикова приняла Уверена Первым темпом Да Первым темпом И Заряжка Королева Атакует С той высоты Где просто Никто не достанет 22-23 Казань лидирует На подачу Выходит человек Елизавета Кочурина Второй номер Тоже молодая девушка Ей тоже нет 20 лет Играет она Не так много Ну вот сейчас Привлекли ее Из молодежки Там она Одна из ключевых Игроков Подает Через трос Анастасия Удачно уверена Ну можно было И первым темпом Ну Наиля Шайдульна Атаковала Перебросит Казанская команда Да, перебросила Сейчас Ну что Нет, первым темпом Мы не рискуем И Наиля опять сейчас Шайдульна Атаковал Ну точнее Перебрасывал этот мяч Марка его сохраняет В игре Атаковать будет Петрунина И это Аут Увы Увы Это Аут 22-24 Послушать хотелось Что говорят тренеры Но вот Не слышно К сожалению То что Решат Гелезюдинов Объясняет Он пытается Объяснить Видимо Что Если атаковать То пытаться Попытаться Бить по рукам Не пытайтесь Площадку Попытайтесь По рукам Блокирующих Матч был У казанского Динамо Елизавета Качурина Тоже Молодая девушка Которой Предоставили Вот ее подач В прошлый раз Трос задело Подняли Но Не просто было Ее подача Сейчас посмотрим Куда полетит Полетела она В сетку Но имела Казанин Эту возможность Рискнуть Кадочкина возвращается Вместо Качурины На площадку 17 номер 15 лет Восходящая звезда Как минимум Российского волейбола А у нас Наиля Шайдулина Будет подавать Пожелаем Наиле удачи По прежнему Сэпбол И матч Бол у Казани Но вот Эйс Эйс в исполнении Наили 24-24 Игра на балансе Котикова Принимала у Казани И в трибуну Мяч улетел Точнее в балкон Сейчас кажется Еще одна большая проблема У Казани Сейчас будет просто Перебрасывать мяч До Анны Котиковой Ну первым темпом Наверное можно было Но Нет Решили капитану И капитан завершает Атаку 25-24 Наиля Шайдулина Продолжает подавать Ее подача Создает Казанскому клубу И родному для него Большие проблемы В концовке Третьей партии Решает в итоге Опыт И рост И мастерство Ирины Королевой 25-25 Первый тон Даже не на самом Идеальном приеме Решили рискнуть Казанские волейболистские И сейчас И сейчас Анна Котикова В зоне подачи Надо принять девушкам Спокойно Без нервов Да, Кристина Ловнова Выбивает мяч Перед собой И вот сейчас Да Блокаут Анна Маркова Исполняет Здорово Эмоции Сейчас Рима Гончарова Идет в зону подачи Ну Нужно усложнять Рисковать И усложнять Мне кажется Простая достаточно Вот сейчас Подача Не стали рисковать Девушки Ну Результат Известен 26-26 И Казань Как только Хороший Более-менее Прием Доводит мяч До Королева И она Спокойно Отправляет его В площадку И сама Сейчас вышла На подачу Тот случай Когда у нас Могут возникнуть Проблемы Потому что Подача Королевой Нам неизменно Доставляла Сложности Здорово Сейчас Анастасия Маркова Атаковала Но подняла В защите Королева Кого сейчас Анастасия Анафренко В качестве Опять Маркову А сейчас У Казани Бавыкина Решает эпизод 26-27 Казань Получает Вновь Матчбол Петрунину Меняет Наталья Думчева Попытка Что-то Решит Видимо В атаке Вдруг Атаковать С задней Линии Не самая У нас Сейчас Сложная Расстановка Заряжка Шайдулину Атаковать Будет По-прежнему Маркова И она Решает Этот эпизод Счет Равный 27-27 Хей-хей-хей-хей Надеется Болельщики На подачу Анастасия Анафриенко Она Затрудняла Прием Но Сейчас Казань Приняла А вот Бабыкина Исполнила Такой В общем Не самый простой Мяч Сумела По рукам Он покатился По сетке И улетел В аут Невозможно Было Поднять Как-то Увы Увы И увы Кристина Ловнова Зачем-то Решила Пропустить Мяч В концовке Партии Такие вещи Недопустимые Ну вот И он Упал На половину Площадки Саратской Команды Это вот Тот случай Когда Когда Сами Допозволяем Себе Ошибки И Увы Эти ошибки Приносят очки Соперниками 29-27 В трех партиях Казанская Динамо Побеждает В Саратове Но в упорной Борьбе И Столкнувшись С серьезным Сопротивлением Но набирает Свои три очка И Сейчас у Казанской Команды Это 15-я победа В чемпионате Три всего поражения И 43 очка Обошла она Московская Динамо Казань сейчас В турнирной таблице Но думаю Что это ненадолго Потому что вечером В Москве Динамо Будет принимать Сахалин У Сахалина Который сейчас Занимает Девятое место В турнирной таблице На самом деле Восьмое место В турнирной таблице У него 7 побед И Оставшийся Календарь игр Это все выездные А протон Следующий Матч Опять проведет Дома 3 марта Принимая Уралочку НТМК Свердловская область Николай Карполь Приедет В Саратов Своими девушками Это тоже Представитель России В Лиге чемпионов А протон Ну Надо отметить Игру Наверное Команды Что С серьезным Сильным соперником Девушки Боролись до конца И создали максимум проблем Казанскому клубу К сожалению Вот Одна Помарка И мастерство Казанской команды В частности Ирины Королевой Которые в концовке Завершали Ей большинство атак На более-менее Сносном приеме Адресовали Именно Королевой И Казань Завершала эти атаки Более чем уверенно Что касается протона Из-за оставшихся матчей Большинство Стоят в Саратове После Уралочки Приедет сюда Енисей Красноярский А потом Подмосковная Заречья Одинцова Чемпионат Команда Завершит Саратская В Минске Матчем с Минчанкой А потом Ждет турнир За 9-12 места И в общем Там наверное Можно будет Говорить о том Что Вот при такой игре Команда Может и должна Набирать свои очки И побеждать Начается Наконец-то Ну а Пожелаем Нашим девушкам Побед Удачи В день защитника Отечества Они что могли Сделали И Были близки к тому Чтобы отобрать указания Как минимум партию Думаю Что Тот волейбол Который команда Показывает Обнадеживает Ну Побед пока нет Ну и соперники Серьезные Спасибо что были с нами Приходите на волейбол Приходите на Игры В звездной Любите волейбол Эту интересную Яркую игру Спасибо Это был Саратов 18-й тур Чемпионата России По волейболу Для женских команд Суперлиги Казанская Динамо Набрало 3 очка Выграв со счетом 3-0 У саратского Протона Следующий тур Состоится Матч 1 Состоятся 2-го и 3-го Марта И в Саратове 3-го марта Сыграет Уралочка Всего доброго Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому